В эфире информационно-правая программа Де Факто. Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сразу два человека погибли на пожаре из-за непотушенной вовремя сигареты. Хозяин дома пьянством не страдал. Почти промышленные масштабы. По Цветлогорскому молодой человек превратил домовладение в теплицу для марихуаны. В центре внимания правоохранительной два гуся. Молодые люди украли в гомельском магазине 100 динаминированных рублей. Не переключайтесь. Полностью уничтожен жилой дом. Двое погибших. Крупный пожар в деревне Старое Дуброво по предварительной причине возник из-за непотушенной сигареты. Подробности с места происшествия и оперативные съемки МЧС в нашем следующем сюжете. В 4 часа и 20 минут утра на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре. Буквально через 6 минут на место прибыли три пожарно-аварийно-спасательных расчета Октябрьского РУЧС. На тот момент домовладение полыхало открытым огнем, грозящим перейти на соседнее строение. По прибытии наших подразделений было установлено, что весь дом охвачен огнем. Звеном ГДЗС при тушении пожара был обнаружен труп хозяина дома. В дальнейшем при проливке и разборке конструкции под завалами был обнаружен второй труп. Личность устанавливается. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. Сила хозяина дома была обнаружена на веранде. Вероятно, человек пытался спастись от пламени и продвигался к выходу. Впоследствии установлено, что мужчина постоянно проживал один. Время от времени его навещали родные. Накануне трагедии приезжал сын. Он сообщил, что отец на тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако никогда ранее не злоупотреблял спиртным, на наркологическом учете не состоял. Нормальный, я бы не сказала, что он такой не пьяница. Он же работал, вкалывал в лесу, в лесходе товарищиком. Он же нормы перевыполнял. Его даже на соревнования ездил, там областные повалки, в лесу. В местном отделе ПЧС уточняют, что за год до трагедии с хозяином дома встречались. В рамках работы смотровой комиссии присели из полкома, проводили разъяснительную плановую работу. Рассказали о нормах противопожарного поведения. Предлагали установить автономный пожарный извещатель. Тем не менее, трагедии избежать не удалось. Одна сигарета, двое погибших. Никогда злоупотребляющим спиртными напитками не был замечен. На работе характеризовался также с положительной стороны. Проживал один. В общем, человек был хороший. На учете нигде не состоял. Безработный ботаник-любитель призывного возраста был задержан средь сбила дня сотрудниками патрульно-постовой службы. Он привлек внимание милиционеров, будучи под воздействием одного из любимейших им наркосодержащих растений. Дальнейшее разбирательство открыли правоохранителям немало любопытных подробностей. После проведения наркологической экспертизы, когда молодой человек вполне вернулся в реальный мир, сотрудники следственно-оперативной группы напросились к нему в гости. Выяснилось, что у молодого человека имеется сразу два места жительства. Одно в Костюковке, другое в Гомеле. В первом случае при изучении быта задержанного нашли 100 граммов сушеных растений. Во втором, вдобавок, специальный ботанический шкаф. В одном из мест было обнаружено чуть более 100 грамм наркотических средств той же конопли. И во втором месте проживания на территории железнодорожного района города Гомеля было обнаружено более 50 грамм, если быть точным, 78 высушенной растительной массы, тоже конопли. По всем этим изъятиям проведены экспертизы, то есть данное вещество признано наркотическим средством. Помимо этого, на территории железнодорожного района, где была обнаружена высушенная растительная масса, обнаружен приспособленный шкаф для выращивания наркотических средств. В частности, данный шкаф был оборудован вентиляцией, утеплен, имелись специальные лампы, то есть стояли таймеры, то есть лабораторное оборудование приспособлено для выращивания. Разумеется, не для гербариев собирал коноплю ботаник-любитель. Хотя следователь и уверял, что шкаф предназначен исключительно для благородных тюльпанов. Что он собирался делать с последними, не уточняется. Но факт курения конопли милиционерами был зафиксирован. Пока что задержанному инкриминируется только хранение наркотического вещества без цели сбыта. Но даже из-за этого проступа к законам предусмотрено суровое наказание. До пяти лет лишения свободы. Гомельским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 328 Уголовного кодекса. Установлено, что обвиняемый проживал один в квартире на территории города Гомеля, где и хранил часть наркотического средства. Также часть наркотического средства, которую он ранее собрал на полях района и высушил, он хранил на территории городского поселка Костюковка. Средственников милиции привлекло внимание его не совсем адекватное поведение. Он был остановлен, проверен. В дальнейшем были выяснены все вот эти обстоятельства. Данное лицо в настоящий момент нигде не работало. На учетах в наркодиспансере не состояло. Готовилась идти в армию. Наркоботанический шкаф в Гомеле – это цветочки по сравнению с масштабами растениеводства, так сказать, в одном отдельно взятом домовладении Светлогорского района. Высокий технологический уровень вкупе с солидными финансовыми вложениями дали хорошие всходы. Но и срок будет немалый. Во время отработки оперативной информации сотрудниками Светлогорского РУВД и патрульно-постовой службы милиции был обследован один из домов деревни Корени. Капитальное строение находится в собственности 26-летнего жителя Светлогорска, который приобрел его относительно недавно за круглую сумму валюте. Как позже выяснится, дом был приобретен с конкретной целью – организовать там мини-ферму по выращиванию марихуаны. На момент прибытия туда следственной оперативной группы было установлено, что две комнаты были специально оборудованы под плантацию и выращивание конопли. Этот дом был специально куплен, как я уже говорил раньше. За него по кадрастовой стоимости подозреваемый отдал порядка 10 тысяч долларов. И еще порядка полутора тысяч долларов он отдал за то, чтобы привезти из России семена и оборудование специальное. Специальная система аэрации с воздухоочистительными фильтрами, датчики температуры и влажности, таймеры на световое и оросительное оборудование. Нечто похожее можно найти разве что в лабораториях института леса. А тут наркоботаник-любитель из райцентра. Говорит, исключительно для собственных нужд. Всего нашли 120 кустов молодой конопли. Вся она признана наркосодержащим растением. А еще в холодильнике в банках из-под шоколадной пасты было 32 грамма готового к употреблению сушеного растения. Экспертиза также подтвердила – это марихуана. Подозреваемый ранее нигде у нас не проходил по учетам. Уголовной или административной ответственности не привлекался. То есть нигде по милицейским нашим сводкам замечен не был. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Злостное неподчинение жлобинских рыболовов-охотников законным требованием госинспектора может стоить им серьезных сроков лишения свободы. Насилие в отношении должностного лица – так звучит главная формулировка обвинения. Около 5 часов утра внимание рейдовой группы во главе с заместителем начальника жлобинской межроинспекции охраны животного и растительного мира привлекли трое мужчин. Вероятно, эти люди начали праздновать открытие сезона охоты на водоплавающую и болотную дичь, уютно расположившись вокруг столика с напитками и закусками. На просьбу предъявить к осмотру транспортное средство один из мужчин начал себя агрессивно вести. Затем в конфликт ввязался и другой из компаний отдыхавших. Когда госинспектор начал снимать происходящее на видео, подозреваемый выбил технику из рук. Начал хвататься за ствол табельного оружия природоохранника, угрожая отобрать автомат. Утихомирить горе охотников удалось только после предупредительного выстрела в воздух. По непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления, граждане были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Уже сейчас в отношении двоих применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Жлобинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по участии первой статьи 366 Уголовного кодекса. Это насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, 5 лет лишения свободы. Лучшего кинолога Белоруссии определяют в Гомеле. 17-й открытый чемпионат внутренних войск по служебному многоборью собрал специалистов из Белоруссии и России. Их служебные собаки должны продемонстрировать науки общего курса дрессировки, основ следопытства, проверки помещений и свою психологическую устойчивость к выстрелам. Подробнее в следующем материале. На соревнования в Гомель приехали 47 специалистов-кинологов. Это военнослужащие внутренних войск, представители силовых структур Белоруссии, а также Федеральной службы исполнения наказаний России. Всего 10 команд. Соревнования проходят в четырех номинациях. Поиск наркотических и психотропных препаратов, взрывчатых веществ, криминальных захоронений. Александра Андерова-Беньковская, одна из трех девушек-кинологов, которые принимают участие в соревнованиях. Вместе с немецкой овчаркой Гермесом приехал из Могилева. Четыре дня выступлений – настоящее испытание, как для хозяина, так и для подопечного. Любая мелочь может повлиять на итог. Полосу он прошел хорошо, но на общаке можно было бы лучше, но так, как есть. Я изо дня в день занимаюсь постоянно с собакой. Нет такого. Либо общий курс, понятное дело, что он каждый день, то есть послушание. Это хождение рядом, сидеть, лежать, стоять, голос. То есть это изо дня в день мы это делаем. Соревнования оценивают опытные судьи. По каждому виду есть свои нормативы и штрафные баллы. Например, когда собака исполняет команду не с первого раза, минусует два балла. Когда кинолог помогает своему питомцу преодолеть преграду, минусует 60 баллов. Это фактически сход с дистанции. Победители определяются по общей сумме баллов. Служба не стоит на месте. Развивается. Развивается и техника, и технические средства. Развивается и методика, тактика применения. Поэтому каждый год мы что-то новое видим, берем себе на вооружение. Это как полезно и принимающая сторона. В прошлом году ваша команда принимала участие в наших соревнованиях. В этом году с ответом и визитом мы приехали. Поэтому я надеюсь, мы много нового почерпнем. Сегодня в Беларуси насчитывается около тысячи кинологов. В Российской Федерации только в службе исполнения наказаний работают более 10 тысяч. Обмен опытом стал уже хорошей традицией. В прошлом году наши сотрудники Департамента охраны и спецпродвижения «Алмаз» принимали участие в межрегиональных соревнованиях Юга России на базе Ростовской школы служебного рассмотрения сопоководства. Из 23 участников по курсу по издревших веществ сотрудник «Алмаз» занял первое место. А по общерусловному профилю сотрудник Департамента охраны из 27 человек занял второе место. Но я думаю, что уровень говорит сам за себя. В следующем году команда из Беларуси примет участие в соревнованиях кинологов в Архангельске. Команда из трех человек попробует вновь подтвердить свой высокий профессиональный уровень. Два гуся оказались в центре внимания правоохранителей. Это случилось после инцидента в одном из магазинов одноименной торговой сети. Теперь, опираясь на запись с видеокамерой слежения, идет розыск двух главных подозреваемых дела о краже из торговой точки. Гомель, улица Мазарова, супермаркет «Два гуся». Молодые люди, парень и девушка на вид лет 25. Они совершенно открыто, прямо под камерами видеонаблюдения за посетителями, складывают в кошелек похищенные в магазине 100 динаминированных рублей. Затем также уверенно и жизнерадостно пакуют собственные поклажи и покидают торговую точку. Лица подозреваемых видны совершенно отчетливо. И если вы узнаете этих молодых людей, сотрудники милиции администрации центрального района Гомеля просят сообщить об их местонахождении по телефону дежурной части. 70-38-99 или по спецлинии Управления внутренних дел 102. И еще одна информация о розыске. Теперь уже без вести пропавшего человека, которого почти месяц безуспешно пытаются найти родные и сотрудники милиции. 1 августа этого года из своего дома по улице Героев-подпольщиков Гомеля ушел и до сих пор не вернулся Андрей Николаевич Шкут, 1986 года рождения. Его приметы на вид 30-35 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы темной и средней длины. Особая примета – часть волосяного покрова левой брови белого цвета. На момент исчезновения Андрей Шкут был одет в голубую футболку с коротким рукавом, зеленые штаны, на ногах синие кроссовки. При себе имел черный рюкзак. Разыскиваемый страдает психическим заболеванием. Есть предположение, что он может находиться в деревнях Рандовка, Прибор или Восток Гомельского района. Если вам что-либо известно о его местонахождении, просим сообщить по телефонам милиции в Гомеле 704128 или по спецлинии 102. присылать к нам на электронный адрес de facto gomelsobako.gmail.com. Наиболее интересные из них мы покажем в нашей передаче. Увидимся ровно через неделю. Берегите себя и тех, кто вам дорог. Редактор субтитров А.Семкин